Здравствуйте, уважаемые магистранты! Сегодня у нас лекция номер 8, тема занятия функциональные ингредиенты, пробиотики, пребиотики, синбиотики. Цель занятия – формирование знаний в области синбиотиков, пробиотиков, пребиотиков как компонентов продуктов функционального питания. План занятия – функциональные ингредиенты, пробиотики, пребиотики, синбиотики, характеристика и роль в питании человека, пищевые волокна как синбиотики, бифидобактерии. Синбиотики – это функциональный пищевой ингредиент или продукт, представляющий собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков, оказывающих синергетический эффект на физиологические функции и метаболические реакции организма человека. Действие синбиотиков основано на синергизме комбинации пробиотиков и пребиотиков, за счет которого не только наиболее эффективно имплантируются вводимые микроорганизмы пробиотики в желудочно-кишечный тракт хозяина, но и стимулируется его собственная микрофлора. Пробиотики 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 Мы не понимаем до конца, что это значит, но сразу на ум приходит реклама и информация о том, что пробиотики стимулируют иммунную систему, нормализуют пищеварение. Люди издавна едят пробиотические культуры, без них не было бы и нас. Это установили американцы с помощью следующего наблюдения. Беременных женщин отправляли на Северный полис, где они рожали. Основной целью этого мероприятия были залежи нефти, на которые вполне законно могли претендовать рожденные там люди при наличии свидетельства. В результате дети погибали по дороге, домой. На Северном полисе настолько холодно, что практически отсутствуют микроорганизмы, поэтому организм ребенка не заселялся в многообразии микробов сразу после рождения. Нормальные теплые условия и разнообразие микроорганизмов по пути назад убивали новорожденного. В начале 60-х годов наиболее интенсивно стало развиваться направление по разработке биологических и бактерийных препаратов и убиотиков на основе микроорганизмов представителей нормальной микрофлоры человека, получивших в настоящее время, как мы ранее говорили, название пробиотиков. Главное назначение пробиотиков – поддержание хорошего состояния здоровья у людей различных возрастных групп или животных. Микроорганизмы и кишечная микрофлора являются относительно стабильной экологической системой, равновесие которой, с одной стороны, определяются физиологическими и иммунологическими особенностями микроорганизма, а с другой – видовым количественным составом микробных ассоциаций, разнообразием их биохимической активности. При нормальном физиологическом состоянии взаимоотношение микроорганизма и микрофлоры носит симбиотический характер, и флора при этом оказывает существенное влияние на общий иммунитет и естественную резистентность хозяина к инфекциям. Со своей стороны, микроорганизм оказывает регулирующие действия на состав кишечной микрофлоры посредством кислотности желудочного сока, перистальтики кишечника, желчных солей и других факторов. Все это обуславливает широкое применение средств, способствующих восстановлению и поддержанию иммунологического гомеостаза. Необходимо ответить, что организм человека обладает огромными резервами здоровья и способствует поддержанию иммунологического организма. Систематическое употребление продуктов и препаратов с пробиотическими свойствами, которые оказывают регулирующие действия на организм или те иные органы и системы, обеспечивает оздоровительный эффект без применения лекарственных средств. Достоинством пробиотиков является их безвредность для организма, практическое отсутствие побочных явлений и привыкание к ним при длительном потреблении. Желудок и тонкий кишечник содержат очень мало микроорганизмов, в основном это лактобактерии, среди которых преобладают лактобацилус ацидофилус. Толстый кишечник – главный резервуар различной микрофлоры в организме человека. Естественная среда толстой кишки здорового человека представлена бифидобактериями, а также другими анаэробными бактериями, как Bacteriades eobacterium. Анаэробные лактобактерии и бифидобактерии формируют доминирующую часть фекальной флоры и составляют 1,10 кое в 1 см кубическом. Содержание бифидобактерий от общего количества кишечной микрофлоры в кишечнике здорового взрослого человека составляет от 60% и более, а у детей раннего возраста до 90%. Согласно данным отечественных и зарубежных ученых, преобладающими видами бифидобактерии у взрослых людей являются Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis. По данным некоторых ученых, у взрослого человека доминирующей группой становятся бактериоиды и бифидобактерии, из которых в большем количестве находятся виды longum, Bifidum adolescentis. При изучении видового пейзажа лактобацил микрофлоры человека было установлено, что наиболее часто встречается 7 видов. Это лактобацилус plantarum, лактобацилус ацедофилус, лактобацилус паракази, лактобацилус ромносус, ферментум, лактобацилус делбрусски, субстилус лактис, лактобацилус бревис. Изменение видового количества соотношения полезной микрофлоры приводит к подавлению микрофлоры слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и бурному развитию условно-патогенных бактерий, которые выделяют токсичные вещества и могут привести к самоотравлению организма. При воздействии неблагоприятных факторов прежде всего снижается количество полезных микроорганизмов, бифидобактерий и лактобактерий, и увеличивается количество флоры, оказывающей негативное действие на организм человека. Таким образом, исследователями установлено, что нормальный состав микрофлоры изменяется с возникновением различных заболеваний, а некоторые заболевания обусловлены изменением микрофлоры. То есть это взаимозависимые факторы, непосредственно влияющие на здоровье человека. При биотике При биотике это функциональный пищевой ингредиент в виде вещества или комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в составе пищевых продуктов оптимизацию микроэкологического статуса человека за счет избирательной стимуляции роста или биологической активности нормальной микрофлоры пищеварительного тракта. При биотике это пища для полезной микрофлоры кишечника, то есть вещества, которые стимулируют ее рост и жизнедеятельности. При биотике это более практичная вещь, чем пробиотики. Однако для слаженной работы им необходимо одно условие – это наличие хороших бактерий. Хорошим бактериям при биотике создают благоприятную среду и придают им дополнительную силу в борьбе с плохими. Поскольку бактерии намного меньше человека по размеру, они рассматривают еду несколько иначе, чем мы. Каждое зернышко превращается в обильное застолье. Одна кукурузная хлопушка – еда уже величайшая сладость. Все это не подлежит расщеплению в тонком кишечнике, называются эти вещества балластными веществами. Но это не бесполезный груз, по крайней мере, для бактерий кишечники. Они любят балластные вещества. Некоторые бактерии любят неперевариваемые волокна с паржей. Кто-то предпочитает мышечные волокна из куска мяса, а другие отдают предпочтение отрубим. Ключевым моментом характеристики пребиотиков является их избирательное стимулирование полезных для человеческого организма представителей кишечной микрофлоры, к которым в первую очередь относятся бифидобактерии и лактобациллы. В нашем толстом кишечнике так или иначе постоянно находятся болезнетворные бактерии. Из-за определенной еды они могут вызывать брожение, а также синтезировать различные опасные вещества, такие как индол, фенол или аминак. Они проникают через стенки кишечника и попадают в систему кровообращения. Кровь разносит их по всем органам и со временем организм насыщается ядами, что приводит к печальным последствиям. При биотике включается процесс брожения только в присутствии хороших бактерий, поскольку ими питаются только их представители. Обычный сахар – это не прибиотик, потому что сахаром также питаются кариозные бактерии. Плохие бактерии не любят и не едят при биотике и ничего из них не синтезируют. Хорошие бактерии становятся сильнее, завоевывают все большее пространство, поглощая прибиотический субстрат. Функции прибиотика в организме. Основные функции прибиотика в организме обусловлены тем, что они способны доходить низменным в виде до места обитания бифидобактерий и лактобактерий. Являются питательными веществами для полезной микрофлоры, способствуют от гейзи клеток лакто- и бифидобактерии к стенкам кишечники, связывают и выводят из организма часть токсических веществ, поступающих с пищей. В том числе мутагенные пиролизаты, образующиеся в процессе жарки пищевых продуктов при высокой температуре. Улучшают усвояемость кальция и магния за счет образования усвояемых форм с лактатом молочной кислотой, который продуцируется пробиотической микрофлорой из прибиотиков. Участвует регулирование уровня холестерина и нормализация уровня глюкозы и триглицеридов в сыворотке крови как за счет уменьшения абсорбции кишечники углеводов и липидов, так и путем влияния на метаболизм желчных кислот. К прибиотикам относят волокноподобные неперевариваемые олигосахариды, микроводоросли, хлорелла, спирулина, биологически активные вещества, иммунные белки, лактоглобулин, гликопептиды, отдельные витамины и их производные, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, бета-каротин, полисахариды пищевых волокон, полисахариды растительных клеточных стенок, гемицеллюлозы, пектины, камеди, отруби и другие, полисахариды синтезируемые молочно-кислыми бактериями. Также существует несколько классов неперевариваемых олигосахаридов, остатков фруктозы, фруктаны, в том числе инулин, из остатков глюкозы глюкоолигосахариды, глюканы, декстраны, галактозы, галактоолигосахариды. Олигосахариды выделяемые из клеточных стенок растений, бобовых растений, сои, молочной сыворотки, лактуолозы. Наиболее изученными на сегодняшний день прибиотиками являются растворимые фрукты олигосахариды. По ферментному источнику биосинтеза фос делится на два вида. Это инулин из таких растений, как аспарагус, сахарная свекла, топинамбур, артишок и другие. Второе – инулиноподобный фруктан микробного происхождения, образующийся из сахарозы и рафинозы за счет инвертаз системы трансфруктуризирования, которое имеется у различных дрожжевых грибов, как аспергилиус, фузариум и другие. Таким образом, прибиотики используются при производстве различных продуктов функционального питания для стимулирования развития пробиотических бактерий, в том числе бифидофлоры, как в самих продуктах, например, кисломолочных, так и с целью придания продуктам лечебно-профилактических пребиотических свойств. Далее, синбиотики представляют собой комплекс, сочетающий в себе пробиотические культуры и пребиотические вещества, которые необходимы для их жизнеобеспечения и способны оказывать полезные действия на организм человека. В результате, активация пробиотических микроорганизмов под влиянием пребиотиков будет способствовать улучшению состава микробиоциноза пищеварительной системы, а вместе с этим и функциональной деятельности всех органов и систем человека. На этом мы закончили, уважаемые студенты. Прошу ознакомиться с вопросами для закрепления темы. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok